Привет всем друзья, сегодня с вами снова я Владимир. Сегодня поговорим о проблеме перегрева ноутбуков. С ноутбуками я столкнулся 5 лет тому назад, и мой первый компьютер был от фирмы Asus. И я могу сказать так, что в те времена ноутбуки не страдали от такого недуга, как сильный перегрев. Сейчас это связано в первую очередь с высокопроизводительными процессорами, хоть они и стараются ежегодно понижать технологический процесс, чтобы у нас выделялась меньшая температура, все равно двухъядерные, четырехъядерные процессоры очень сильно греются. И не отстают от них дискретные видеокарты мобильные, то есть они уже по энерговыделению, по энергопотреблению и вообще по мощностям сопоставимы с центральными процессорами. И вот это как раз две причины, из-за которых у вас может нагреваться ноутбук. Ну давайте мы рассмотрим первый аспект, это как узнать температуру компонентов ноутбука. Вот, скринкаст мы поделим на три части, то есть в первую расскажу как узнать температуру, во второй части расскажу как узнать нормальная ли эта температура для вашего компьютера, ну и в третьей части расскажу вам всевозможные варианты решения. Итак, ну так как это мой третий ноутбук по картбол, то я собственноручных уже разбираю и провожу чистку, и все это вам тоже расскажу. Итак, есть две программы, Verest Automate Edition и программа Spice. В Spice программа бесплатная, поэтому она предоставляет гораздо меньше функционал. Я советую Verest Automate Edition. Если не хотите платить деньги, то найдите ее в сети, возьмите у кого-то, либо попробуйте trial версию, в любом случае она вам покажет температуру ваших компонентов. Итак, у меня есть такой биджет, здесь показывается температура центрального процессора, оба ядра, 58 мы видим, это связано с тем, что сейчас я записываю скринкаст. В режиме простой температура всего-навсего 53-54 градуса. И мы видим, что видеокарта GeForce, GT540 Mobility, у нее нагрев 46 градусов, но это связано с тем, что сейчас графический процессор от NVIDIA, мы видим его активность нулевая, потому что у меня в ноутбуке технология NVIDIA Optimus, и если не нужны какие-нибудь мощности для воспроизведения трехмерных приложений, то работает встроенная видеокарта от Intel. Она, собственно, не нагревается, и поэтому мне даже неинтересны какие там температуры. Скажу более, если у вас ноутбук построен на базе Intel Atom, то есть у вас какой-нибудь дешевый ноутбук, либо просто ноутбук, то вам тоже этот скринкаст будет не очень интересен, потому что ваши видеокарты, и процессоры, ну, никакого там тепловыделения практически не излучают. Вот. Ну, если у вас такого биджета нет, то есть если вы только установили программу, все это можно найти в главном окне Everest. Сходим в раздел компьютер и в раздел датчики. И вот мы видим все температуры. То есть, как я вам сказал, центральный процессор, количество ядер будет зависеть от модели вашего ноутбука. Вот. Ну, графический процессор, это в данном случае моя видеокарта GeForce. Ну, и жесткий диск, он, в принципе, самый менее явный вариант, из-за которого может нагреваться ваш компьютер. И так, мы узнали температуру компонентов наших ноутбуков. Теперь давайте зайдем, сейчас я продемонстрирую вам свою почту. Давайте зайдем на это письмо. Ну, и так, все мы в курсе, что, в принципе, купить серый ноутбук в России, ну, это маловероятно, потому что все ритейлеры, все сети сбыта, это мы сейчас уже плавно переходим ко второй части, они уже продают компьютеры с гарантийными талонами. В принципе, даже в очень маленьких городах есть обязательно сервис-центры, то вы всегда сможете отдать ваш ноутбук, там, по гарантированному обслуживанию, чтобы его проверили. Вот. И теперь мы перетекаем к следующему. Есть такое понятие, как обслуживание клиентов, то есть, support. И вы можете туда написать, то есть, я это делал с этим компьютером, я это делал с Asus. Вы пишете письмо, говорите, какие у вас температуры. То есть, вот я писал письмо, что у меня температура, а так, это уже отвечала мне техническая служба Acer. Итак, Packard Bell, это дочерняя фирма компании Acer. Что я сделал? Я зашел в раздел support, написал им, что при работе, при простой у меня такие-то температуры, при работе с видео такие температуры и при работе выгодов там с трехмерными приложениями тяжелыми температуры такие. Я им выслал письмо и попросил подтверждение, чтобы они мне выслали там из документации свои рабочие температуры, с которыми должен работать мой компьютер, то есть, мой ноутбук. Мы видим следующее, что мне написала техническая поддержка Acer, что температура 92 градуса, это для моего центрального процессора не критично, потому что включается режим 4050% и уже критическое выключение будет происходить при температуре 104 градуса. То есть, в принципе, всегда оверклокеры это знают, что центральные процессоры от Intel, они были защищены от перегрева, потому что если была критическая температура, то есть, ну как бы при разгоне, вот кто разгоняет, то просто срабатывала там внутренняя перемычка и процессор отключался центрально. Вот. Так что все, что ниже 104 градусов, это нормально. Дальше. Ну, мы знаем, что для жестких дисков нагрет 55-60 градусов, но в моем случае, как бы, меня жесткий диск не беспокоил, это мне просто так написали. И мы видим, что относительно видеокарты никаких критериев дать не могут, потому что их не предоставил сам производитель видеокарты, но вот мы видим, что в целом критичная температура повезет на 90 градусов. Что делать в этом случае, если вам точно не ответили? В принципе, все видеокарты, особенно встроенные, то есть, не те модели, которые разгоняются там MCI или ASUS, настольный вариант, а именно мобильные, они производятся непосредственно, ну, само NVIDIA. Не какими-нибудь сторонними там фирмами, которая приобрела права на эту видеокарту, решила ее разогнать и выпустить там какую-нибудь MCI, GeForce, GT 540, там, Mega Ultimate Edition там с мега повышенными рабочими частотами. Поэтому, что мы делаем дальше? Есть такой сайт overclocker.ru, либо есть различный Google, есть форумы. Я как поступил, я зашел в Google, вбил название своей видеокарты мобильной, указал, что она мобильная и написал, как же я задал вопрос, мне очень просто точно вышел ответ, я задал, а вот, я задал рабочие температуры видеокарты и название своей видеокарты. После чего я посмотрел на форумах, что у некоторых она грелась даже и до 100 градусов, хотя, ну, это уже выше нормы, как мы поняли. Но в другом случае у многих температура была в пределах 85-90 градусов, поэтому нормально. Вот, если уже выше, то это звоночек. На тот случай, когда я обращался в техническую службу, то есть в саппорт, у меня нагрев видеокарты доходил до 96 градусов. Вот. Я раньше работал тоже в компьютерном магазине, то есть, ну, понятное дело, что нужно провести внутреннюю профилактику, заменить термопасту и очистить свой ноутбук. Поэтому уже переходим плавно к третьей части. В общем, если у вас еще есть гарантия, то и вы сами в своих силах не уверены, я вам советую обратиться просто в сервис-центр, дать им ваш компьютер и по гарантийному талону, вам это сделают в течение где-то 7 дней, вам все это заменят, все поменяют. Допустим, в Тюмени эта услуга стоит всего массово 500 рублей. Вот. Если вы в своих силах уверены, либо у вас закончилось гарантийное обслуживание, то можно вскрыть ноутбук самостоятельно. В принципе, не надо этого бояться, это достаточно легко. Единственное, что различные ноутбуки, то есть, Хюрот, Паккарт, либо тот же самый Apple, различные макбуки, то их довольно сложно разбирать. То есть, допустим, мой Паккарт был, это просто разбирать достаточно геморройно, потому что здесь просто надо снимать и верхнюю клавиатуру, и заднюю крышку, потом вытаскивать тачпад, в общем, очень нудно, очень неудобно. С Asus было все намного проще, достаточно было включить 5 болтиков, снять предохранительную, ну как, предохранительную крышку и все, я мог спокойно там лазить в своем компьютере. Тут такого нет. Поэтому, если вы хотите все-таки самостоятельно проникнуть, это сейчас третья часть, что для этого нужно? Для тех, кто работал в сервис-центрах, разумеется, выпускают специальные гайдлайны, где рассказывается, как нужно разбирать ту или иную модель ноутбука. Эти гайдлайны предоставляют в первую очередь сами производители. То есть, в принципе, они так не в свободном доступе в интернете, но их всегда можно найти. И вот мой ноутбук Packard Bell EasyNote TS11HR. Этот документ, в первую очередь, предназначен для сервис-центра. То есть, в принципе, по этим же, вот мы видим, по этим же гайдам те же самые работники сервис-центра, если они не знают, как разбирать ноутбук, работают и успешно проводят профилактику наших компьютеров. Нас в первую очередь поволнует третий раздел, то есть, разбор ноутбука. Мы видим, что здесь все поделено по главам. Разумеется, нужно знание английского языка. Мы видим, ну как, вступление, то есть, общая информация, как удалять батарею, как удалять 3G модем, то есть, 3G карточка, 3G модуль, жесткий диск, в общем, все целиком и полностью. Можно просто это все пролистать и посмотреть, каким образом нужно разбирать ваш компьютер. То есть, давайте, малек, я пропущусь вниз, посмотрим. Итак, то есть, самое начало мне нужно было удалить вот аккумулятор. Идем ниже, то есть, так, это карточки надо убрать перед эксплуатацией, разбором. Вот мы видим, что отсек, допустим, под 3G модуль. Но суть в том, что опускаясь ниже и ниже, мы все потихоньку разбираем, разбираем, и вы должны остановиться в том моменте, когда вы дойдете до необходимого вам компонента. То есть, мне пришлось все это снимать до тех пор, пока я не добрался до своей видеокарты. Что еще, как бы печально, что в моем ноутбуке нужно полностью разобрать низ, потому что клавиатура верхняя и с тачпадом, они закручены, ну, болтами с внутренней стороны ноутбука. То есть, сначала нужно было снять жесткий диск, там, тачпадную крышку, то есть, все это отсоединить шлейфы, чтобы добраться до болтиков, которые открутил и уже перевернуть ноутбук и снять клавиатуру. Вот, а дальше уже там все, видеокарта. Вот, ну, собственно, в том месте у меня и грелось. После чего вы тщательно убираете пыль маленьким вентилятором, то есть, да, действительно, есть такие вентиляторы, они, ну, не пылесосом, как для сервера, а именно вентилятором. Обычно их можно купить, там, недорогие, они стоят рублей 150, и их продают обычно в жару. Такие вентиляторы вполне подойдут. Вот. Но есть еще другой, как бы, прикол, которым пользуюсь я. Этой хитростью, я вам по секрету скажу, пользуются и в сервис-центре. То есть, скажем так, я когда работал, я с этим сталкивался. Когда приносит компьютер, разбирать его достаточно сложно, и особенно, когда там очень такие шлифы в неудачных местах, что там неловкое движение, и все, там слетает шлейф, надо его заменять. Это все печально. Как поступают в таких случаях в сервис-центрах? Я в свое время приготовил скринкастик на тему того, как проводить очистку вашего ноутбука без разбора. То есть, вот этот вот видеоролик я в конечном счете просто вставлю в конце данного скринкаста, сейчас вот, вы его просмотрите, он длится всего 3 минуты. И вот таким вот образом, если, скажем так, сервис-центр не очень добросовестно относится к своим обязанностям, прочищает ваши ноутбуки. Но, как бы это странно ни было, этот метод работает. Единственное, что минус, когда вы так, допустим, почистите свой компьютер, там в течение годика, когда у вас будут какие-то сомнения, то разбирая компьютер, вот эта вот пыль, она может вылазить из-под клавиш, либо она может оказаться там в заднем корпусе, когда вы его разбираете. Но ее всяко проще очистить, чем париться и разбирать ноутбук, чтобы добраться до видеокарты. С вами был Владимир, берегите свое железо, подписывайтесь на канал. Если есть какие-то замечания по данному скринкасту, пожалуйста, пишите, потому что все равно я там не вездесущий, всего знать не могу, это такой, хоть я с компьютерами очень долгое время общаюсь, я всего знать не могу, поэтому если есть какие-то у вас секреты, какие-то приемы свои личные, то, пожалуйста, напишите, чтобы я потом мог выпустить уже полноценный скринкаст со всеми этими дебагами и апдейтами. Вот, с вами был Владимир, до скорых встреч! Так, а потребуется нам в первую очередь вот такой вот баллон. Баллон со сжатым воздухом. Значит, в принципе, найти их можно в любых компьютерных магазинах, стоят они недорого, данный баллончик обошелся мне в 300 рублей. Но сейчас и в Надыме, так что здесь цены значительно выше, чем в других городах. Значит, можно иметь парочку, то есть, потому что вещь нужная, чтобы всегда под рукой был хотя бы один из них. Значит, что у нас все прострелят? Вот такая вот пимпочка идет в комплекте. Значит, с какой целью, чтобы можно было продавать труднодоступные места? Либо, как на изображении, просто продувка грязи из-под клавиатуры. Но в данном случае мы будем рассматривать варианты, используемые вот с этой насадкой для продувки вентилятора. Так, вот мой ноутбук. Значит, какой принцип здесь? Здесь принцип несколько иной. Продувать мы будем выходные отверстия. То есть, выходные отверстия, где находится, собственно, мой кулер. То есть, давайте посмотрим конструкцию. Воздух входит с нижней панели. То есть, вот это отверстие для входа воздуха. Да, оно небольшое. Ну и здесь вот видно вентилятор. Воздух, в свою очередь, горячий, выдувается отсюда. Значит, что мы делаем? Мы загоняем сюда этот сжатый воздух. То есть, делаем обратный вход. И уже после этого начинаем продувать воздух здесь. Итак, ну давайте попробуем. Штатива у меня нет. Мне, конечно, неудобно. Но, в принципе, я это делал процедуру за все время второй раз. Значит, не пугайтесь. Напор очень сильный. Ну и вентилятор, в свою очередь, крутится. Воздух очень холодный. То есть, здесь появляется такая кромочка льда, которая очень быстро высыхает. Но если потрогать отверстия, то они ледяные. Так что, будьте осторожны. В инструкции сказано, что, в первую очередь, надо обезопасить свои глаза, и чтобы поток воздуха не попадал на незащищенные участки кожи. Все, вентилятор прокрутился. В принципе, сделать это можно в два обхода. Поэтому давайте еще раз повторим. Так. Поехали. Встряхнем его. Ну, я трогаю баллончик. Он сам по себе очень холодный. И... Все. Как я уже говорил, делать это необходимо, когда компьютер какое-то время пробыл в выключенном состоянии, то есть, охладился. Ну, чтобы не были элементы вентилятора горячими. Все. После этой продувки мы опять-таки оставляем компьютер на 5-10 минут, чтобы он отошел от этой вот охлаждающей процедуры. После чего можно его смело включать, и никаких проблем не будет. Продолжение следует... Продолжение следует...